Среди продуктов, которые мы потребляем каждый день, есть те, которые могут заразить нас паразитами. В этом видео я расскажу о том, что же это за продукты, какие правила безопасности нам следует соблюдать и какие существуют нюансы приготовления пищи для обеспечения этой самой безопасности. Меня зовут Станислав Шереметьев, это Академия Нутрициологии. Давайте начинать. Начнем с краткого введения о том, что же такое паразит. Паразиты — это организмы, которые живут в теле более крупного организма, используют его ресурсы для того, чтобы обеспечивать себе благоприятное существование. И, как правило, паразиты приносят вред организму хозяина, в котором они живут. Паразиты разделяются на два основных типа. Это многоклеточные, они выглядят как черви. В основном этот образ ассоциируется у большинства людей как раз-таки с паразитом. И есть еще второй тип — это микроскопические, одноклеточные или простейшие паразиты. И в большинстве случаев с простейшими, то есть с микроскопическими паразитами, гораздо больше проблем, чем с червяком. Я уверен, что вы слышали множество мнений, порой противоположных друг другу, о влиянии паразитов на нашу жизнь. Одна группа специалистов утверждает, что проблемы с паразитами нет, и доля инфицированности в развитых странах ниже 2% или меньше. Другая группа утверждает, что проблема есть, и она глобальна. На самом деле и та, и другая часть специалистов вправы. Единственное, в чем они не слышат друг друга, это в том, что они используют разную парадигму отношения к состоянию организма. Первая группа, которая утверждает, что проблем с паразитами нет, и она не глобальна, эта проблема, они мыслят через призму конвенционального подхода, такого общего классического подхода к здоровью. Есть выраженные симптомы, мы лечим, нет симптомов, значит и проблемы нет. Вторая группа говорит о том, что часть симптомов, которые мы привыкли считать безобидными, на самом деле могут быть симптомами, вызванными как раз-таки наличием паразитов. И это более такой превентивный подход, когда мы отмечаем более незначительные изменения в организме. Если мы действительно хотим быть здоровыми не просто в понимании отсутствия заболеваний, а в понимании наивысшего потенциала нашего состояния, нам необходимо понимать, что значительную часть симптомов могут давать как раз-таки паразиты, которые живут в нашем организме скрытно. Что значит скрытно? На самом деле для любого паразита очень выгодно скрываться от иммунной системы, и большинство из них успешно это делают, потому что у них для этого есть все механизмы. Особенно если паразит живет в организме длительно, у него появляется больше возможности скрываться от иммунной системы. Вторая ситуация – это агрессивное поведение паразита, которое для него особо-то не выгодно, потому что при агрессивном поведении у человека возникает огромное количество сильных симптомов, которые вынуждают человека прийти к врачу, и скорее всего при таком агрессивном поведении врач найдет этого паразита и проведет медикаментозное лечение. Именно поэтому реальная ситуация с наличием паразитов, она гораздо более серьезной, нежели официальная статистика. Потому что официальная статистика основывается на зарегистрированных случаях, когда был поставлен диагноз паразитоз. А как уже мы обсудили ранее, это скорее всего более выраженные, более сильные симптомы. А все незначительные симптомы, они как правило упускаются из виду и записываются под условную норму. Итак, мы обсудили основную информацию, которую необходимо знать в теме паразитов. И перед тем, как перейти к конкретным продуктам, источникам паразитов, я предлагаю кратко обсудить основные правила, которые позволят нам существенно ограничить поглощение и инфицирование паразитов. Первое основное правило — это тщательно мыть руки и, соответственно, обрабатывать те предметы, с которыми мы регулярно взаимодействуем. Например, телефон — один из самых грязных предметов, которые мы носим с собой. Это обрабатывать руль в машине, обрабатывать, соответственно, дверные ручки в тех помещениях, в которых вы регулярно находитесь, клавиатуру вашего компьютера и прочие поверхности, с которыми вы регулярно взаимодействуете. То есть это правило гигиены. А также, если вы посещаете заведение общепита, также еще и в идеальном мире обрабатывать столовые приборы, которые вам приносят официанты. Потому что есть разные ситуации, когда эти столовые приборы могут не тщательно промываться, мыться там и так далее. Теперь перейдем с вами к продуктам, источникам паразитов. Первый продукт, а точнее группа продуктов — это немытые овощи, немытые фрукты и немытая зелень. И неважно, где вы приобрели эти продукты, на рынке, у частного производителя, либо в магазине, очень важно промывать, соответственно, всю поверхность. И не просто проточной водой, а идеально на некоторое время положить это в воду и добавить некоторое количество обычного уксуса. Этого будет достаточно. В случае зелени идеально использовать специальную мойку с центрифугой, с механизмом, которая позволяет более интенсивно их промывать. Таким образом, промывая 2-3 минуты, вы снижаете риск потребления тех паразитов, которые могут находиться на поверхности зелени, в складках, допустим, листья салата и так далее. И, конечно же, это нужно делать на регулярной основе. Особенно, если мы говорим про приготовление еды для всей семьи, в том числе для наших детей. Потому что дети наиболее подвержены заражению паразитами в связи с еще не полностью развитой иммунной системой. Следующий продукт, потенциальный источник паразитов — это коровье свежее молоко. Свежее молоко означает непастеризованное, то есть термически необработанное. Такое молоко мы можем приобрести в частного производителя, и, к сожалению, такой продукт может содержать некоторое количество паразитов, название которых вы сейчас видите на экране. Рекомендация, конечно же, термически его обработать, не обязательно его кипятить длительно. Небольшой нагрев с последующим охлаждением будет достаточен. В целом, это и называется пастеризацией. А пастеризация, то есть нагрев, он достаточен для того, чтобы уничтожить основное количество паразитов. Таким образом, получить более качественный продукт, обращаясь к фермерскому частному хозяйству, мы должны помнить о том, что свежие продукты, сырые продукты не всегда для нас могут быть безопасны. Следующий продукт, потенциальный источник паразитов — это куриные яйца. А точнее, сырые куриные яйца, на поверхности которых могут содержаться некоторые формы паразитов. В целом, для того, чтобы использовать сырые яйца безопасно, достаточно использовать термическую обработку, кратковременное окунание в кипяток, либо, соответственно, залить их кипятком на достаточно, там, буквально пару секунд, этого будет вполне достаточно для того, чтобы обезопасить себя. Следующий продукт, источник паразитов, и не просто одного вида, а целых несколько видов — это свинина, свиное мясо. Дело в том, что образ питания и образ содержания данных животных предполагает практически стопроцентную инфицированность паразитами всех особей. И для самого животного это не страшно, и это практически проходит для них бессимптомно, так как животное является промежуточным звеном путешествий паразита. А для человека, который может потреблять свинину, это может быть существенным риском. Какой риск и в чем заключается риск? Если вы потребляете не до конца прожаренное мясо, или, например, в каких-то блюдах вы используете сырую свинину, это очень серьезный фактор риска инфицирования заражения сразу несколькими видами паразитов. Также, если вы заказываете стейки, неполноценные прожарки, медиум, например, то это тоже фактор риска. Позаботьтесь о том, что мясо должно быть прожарено полностью. В конце я представлю вам таблицу термической обработки, которая позволит вам безопасить себя от заражения. И последний продукт, который мы рассмотрим в данной теме, это рыба. Рыба является выраженным источником паразитов. Особенно, если мы говорим про сырую рыбу, потребление свежей сырой рыбы, или размороженной рыбы, в том числе в некоторых случаях, потребление вяленой рыбы, потребление соленой рыбы, потому что даже присутствие соли не всегда является достаточным фактором для обеззараживания от всех видов паразитов, а именно от так называемых цист, которые имеют очень плотную оболочку, которая защищает от большинства негативных факторов, и даже от некоторой температуры, и даже от определенной достаточно высокой концентрации соли. Очень распространен паразит под названием аписторх среди речной рыбы, и статистика по распространенности аписторхов, она достаточно показывает нам такую серьезную обстановку и высокую распространенность данного паразита. Аписторхи — это паразиты, которые воздействуют на наш организм очень пагубно по простой причине, потому что они поражают и дисбалансируют гепатобилиарную систему, то есть это печень и желчевыводящие пути. А каким образом это происходит? Дело в том, что аписторхи развиваются активно и вырастают в желчных протоках, в печеночных протоках, и тем самым ограничивают нормальный ток желчи. Без достаточного количества желчи не активируются пищеварительные ферменты, соответственно, снижается качество переваривания пищи, повышается газообразование вздутия, потому что уже не так хорошо мы регулируем микрофлору, ухудшается усвоение жирорастворимых витаминов, жиров в целом, ухудшается работа всего желудочно-кишечного тракта. Человек может получать симптомы как выраженные, например, это диарея, серьезное газообразование вздутия или серьезные аллергические реакции, серьезное кожное проявление, так и менее серьезные, которые иногда человек может записать в такую категорию условной нормы. И как раз-таки в этом случае паразит может оставаться человеком длительное-длительное время, вызывая хроническое состояние, акне, дерматита, шелушения и дефицитов, которые развиваются на фоне неполноценного работы печени и желчного пузыря. Для того, чтобы себя обезопасить, сейчас на экране вы видите таблицу, которая включает в себя протоколы термической обработки, которые достаточны для утилизации и обезвреживания большинства паразитов, их цист и яиц. Здесь вы можете таблицу видеть, соответственно, протокол нагрева и протокол заморозки. Важно понимать, что нагрев, здесь указана температура, которая должна быть внутри продукта, который вы нагреваете. То есть это не наружная поверхность, а именно внутри продукта, которая, соответственно, будет достаточна для обезвреживания. Также важно понимать, что соблюдение некоторых правил выбора продуктов тоже будет помогать вам снижать риски инфицирования. Здесь важно, безусловно, стараться покупать продукции сертификации в местах, которые имеют сертификацию, лицензию на продажу. Применив знания, полученные в данном видео, вы сможете действительно понизить риски заражения паразитами и улучшить качество своей жизни, качество своего здоровья. А если вы хотите еще глубже изучить тему питания, нутрициологии, то я приглашаю вас на наш курс «Превентивный нутрициолог» в Академию нутрициологии. Ссылка будет в описании. Не забудьте отправить данное видео вашим родным и тем, кому оно может быть полезно. Также я рекомендую посмотреть вот это видео на нашем канале. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Желаю вам крепкого здоровья.